Когда-то, когда трава была зеленее, а мы сильно моложе, были такие шутеры, как браузерные. Давайте же вспомним о легендах нашего детства. Contract Wars, Contra City, Project War и многих других играх. Вспомним, как эта индустрия взлетела и как умерла. Приготовьтесь к дозе открытий и... ностальгии. Браузерные игры — это целый феномен нулевых и десятых. Если проекты на Flash за свое долгое существование оставили глубокий след в истории игр, то полноценным браузерным 3D-шутерам было отведено уже не так много времени. Стихли они так же быстро, как и появились. Тем не менее, для кого-то из нас это игры беззаботного детства и юности, а кто-то в них коротал время офисной рутины. Сегодня многие игры-легенды безвозвратно утеряны. Некоторые обрели вторую жизнь в Steam и даже получили продолжение. Но с чего же все началось? Примерно как сейчас Unreal Engine 5 совершает революцию в технологиях графики, освещения, генерации локаций и персонажей, так к началу десятых свою революцию совершал Unity. Это был единственный бесплатный движок для небольших проектов, а значит, он был наиболее предпочтителен для начинающих разработчиков. Неудивительно, что на один хоть сколько-нибудь качественный проект приходилась масса тех самых хорроров на Unity. Однако нам интересен другой аспект движка — плагин Unity Web Player. Именно он позволял запускать 3D-приложения прямо в браузере, без необходимости скачивать их на компьютер. И, соответственно, эти игры были на порядок прогрессивнее своих браузерных собратьев на флэш. Вот для сравнения вполне обычная флэш-игра. Были и попытки флэша в 3D. А вот так уже выглядели полноценные 3D-браузерки на Unity. Впрочем, игроков еще нужно было познакомить с этим плеером. Ноябрь 2010-го. Пятеро обычных питерских парней начинает разработку… Contract Wars. Всем привет, пацаны! Именно «Контрактные войны» стали первым браузерным онлайн-шутером. Сегодня мы помним игру как прародителя Escape from Tarkov, но в далеком 2010-м все начиналось с простого тира для одного игрока. А разработчикам приходилось иногда даже лично объяснять новой аудитории, как же все-таки запустить их игру. Впрочем, разработка шла довольно быстро, и вскоре шутер обзавелся мультиплеером. Тут-то Contract Wars и начал становиться этакой смесью Counter-Strike и Call of Duty с прокачкой в стиле RPG. Отдельный ретро-обзор, кстати, и есть на канале. Для нетребовательной к железу игры оружие и локации здесь выглядели вполне реалистично. На фоне будущих конкурентов из браузера, КВ смотрелся гораздо солиднее, и это правда подкупало. Многим из нас именно Contract Wars привил любовь к огнестрелам. Кстати, а какое было ваше любимое оружие? Уж не Девгру ли случайно? Кстати, это, кто играет с Девгру, тот лошара потный. Просто потный и никакого уважения вообще. Киба, Пуэрмен, Буди Эпик, Хмурый Кодж, Отецкий Гусь и многие другие имена были лицами Contract Wars. Еще помните их? Другим первопроходцем и весьма прикольным по стилистике шутером была Баттла. Нет, не та, о которой вы могли подумать. Здесь в роли игрушечных роботов игроки сражались на картах в декорациях детских комнат. У этого даже была своя предыстория. Оказывается, роботы хотели захватить нашу планету, но... Оказались для этого слишком малы. Коробка, город на столе, НЛО... Для многих это не просто слова, а теплые воспоминания. Геймплей на Баттла, кстати, очень напоминала Quake и Unreal Tournament. Похоже, арсенал, банни-хопы, вешенная динамика и эпичная озвучка. Кто еще помнит, то легендарная... В голову! Кстати, о батле, которое Баттлфилд. Воссоздать подобный по масштабу геймплей в браузерном секторе, разумеется, тоже пытались. Танки, самолеты, вертолеты вперемешку с пехотой. Все это было в шутере «Красная Сталь». Правда, ни прекрасной графики, ни разрушаемости из оригинала тут не появилась. Да и в отличие от прочих игр, особой популярности Красная Сталь не сыскала. Чуть более популярным шутером с техникой была Military Assault. Хотя даже на фоне Красной Стали он выглядел как игра категории B. И подобных шутеров на Unity к 13-14 годам стало появляться так много, что ситуация уже напоминала снежный ком. Разработчики спешили выкатить новый проект, а игроки тут же его подхватывали и делились со своими друзьями. Тогда же и наступило золотое время браузерных шутеров. Огромные цифры онлайна фактически позволяли играм конкурировать с ААА-проектами. Естественно, обеспечивали создателям огромный доход. Подавляющее большинство шутеров были бесплатны, но так или иначе монетизировались за счет продажи оружия, скинов, улучшений, вип-статуса и много чего еще. В то время донат, прямо влияющий на геймплей, был нормой. И так большинство браузерных шутеров скатывалось в Pay2Win. Кстати, о донате. Не знаете, как купить новые игры или задонатить в любимый проект? Выручить торговая площадка Keys4Gamers. Здесь можно купить игры для разных платформ и сервисов, карты пополнения Steam, PlayStation, Apple и других. И даже программное обеспечение и валюту множества игр. А главное, здесь десятки способов оплаты для разных стран и валют. Принимаются банковские карты, киви и криптовалюты. А с нашим промокодом ULMAN вы получите скидку в 10% на любой товар. Ссылка в описании. А помните Contra City? В свое время это был один из популярнейших шутеров во Вконтакте, смешивающий старые добрые CS 1.6 и Team Fortress 2. За счет небольших карт игра предлагала хорошую динамику, особенно в зомби-режиме. Выдающимся визуалом Contra City не хвасталась и тогда, зато в ней было действительно живое сообщество. Жаль, что со временем игра все сильнее погрязла в донате, вечных багах и дисбалансе. Из-за чего и начала терять игроков. А вот Майнкрафтоподобная блокада жива и по сей день. Несмотря на весь хейт, в основном из-за слишком уж молодой аудитории, блокада игралась интересно и динамично. В игре можно было раскопать траншеи вдоль всей карты, вырыть туннель под вражескими укреплениями, построить огромную башню в небо или застроить вообще всю карту до неузнаваемости. И все это в сражении сразу четырех команд в одной игре. В блокаде была даже физика объектов, если сломать нижние блоки, падала вся постройка. Прямо как в Ace of Spades. Кстати, если хотите видео по Ace of Spades, напишите в комментариях. А позже в блокаде даже появились режимы с танками, Второй мировой и битвами на снежках. В общем, было и правда интересно. Еще более разнообразным был микс Майнкрафта и Left 4 Dead – Кубизумие. В игре был и классический мультиплеер, и кооперативное прохождение огромного количества миссий с друзьями против Ордзомби, а также собственная карта для свободной стройки. Новые блоки для своей базы, кстати, добывались как раз в этих миссиях, а были они действительно интересными и сложными. Зато чем дальше, тем круче можно было прокачать персонажа, купить новую броню или костюм. За донат, само собой, в том числе. А какой же был шикарный саундтрек! Одним из проектов поздней эры браузерных шутеров был Project War – явный подражатель Contract War с более глобальными замашками. Тут даже технику ввести хотели. Да и в целом игра была довольно-таки разнообразной. И кастомизации, всякие перки вроде антигравитационной подошвы и даже небольшая разрушаемость. Игроки Contract Wars всерьез видели в Project War возможного конкурента. Однако, в конце 2015-го браузеры один за другим стали отказываться от поддержки плагина NPAPI, что нужен был для работы Unity Web Player, а соответственно и всех наших игр. Разработчики отреагировали на ситуацию по-разному. Одни просили игроков не обновлять браузеры, другие поспешно переносили игры на другие площадки, а третьи… не делали ничего. Куда же всё подевалось? Разговоры о самостоятельной версии Contract Wars велись чуть ли не с самого старта проекта. А дальше говорили и о Contract Wars 2.0, но… Разработчики сильно промедлили. Только в конце 2016-го выпустив до предела сырой Hired Ops, что и должен был стать преемником Contract Wars. А в 2017-м наконец появилась клиентская версия взамен браузерной. Работает она по сей день. Впрочем, чем занимаются разработчики теперь, вы прекрасно знаете. Батла же перешла в Steam, где позже и обрела покой. Фанаты пытались воскресить проект своими силами, но безуспешно. Луч надежды в конце 2021 года подал разработчик Батлы, подтвердив разработку второй части. Кадры из неё вы видите на фоне. Но сейчас, очевидно, проект на паузе. Создатели Contra City также медлили с реанимацией проекта. Отдельный клиент появился только в 2020-м году, но уже в мае 2022-го серверы игры было решено закрыть навсегда. Сегодня разработчики создают мобильные шутеры, среди которых Fire Strike, Modern Ops, World War 2 и ныне также закрывшаяся мобильная адаптация Contra City. Блокада перекочевала в Steam одной из первых, ещё до отключения поддержки игр в браузере. По сей день вы можете сыграть в блокаду Classic, а также есть этакий ремейк Блокада 3D с более проработанным оружием, анимациями и новым интерфейсом. Но вот игроков в ней нет. Есть даже платная сюжетная Blockade War Story со Второй мировой. Кубизумие сейчас работает на WebGL, новой технологии для браузерных 3D-приложений. Вы можете запустить игру, как в старой доброй, прямо из ВК, только вот аккаунт, вероятнее всего, будет обнулён. В Steam продаётся клиентская версия игры Madness Cubed, но игра мертва. Судя по отзывам, там даже серверы отключены. Сейчас авторы Кубизумия работают с крупным разработчиком и издателем мобильных игр AZA Games. Выпустили Кубум и несколько других похожих проектов. После закрытия Красной Стали во Вконтакте, разработчики выпустили в Steam два сиквела. Сначала под названием Red Crucible, а затем под названием War Trigger. Сейчас эти игры мертвы. В 2019-м вышло возрождение Красной Стали, War Trigger Classic. Мало того, что разрабы опоздали лет этак минимум на пять, так ещё и сделали игру платной. Онлайн в ней также мёртв. Разработчики Military Assault ещё во времена ВК выпустили игру Survival, позже перенеся её в Steam. Преемника Military Assault обещают, и вроде даже разрабатывают, есть трейлер и страничка в Steam. Но похоже, всё это на очередную игру категории B. А вот Project War, хоть и казался перспективным, был покинут разработчиками из Last Level. В дальнейшем они разрабатывали и издавали Next Day Survival, и ныне закрывшийся аналог Crossout Steamcraft. Также команда работает с издателем AZA Games, и выпускает мобильные игры типа Modern Strike. Разумеется, были и другие браузерные шутеры. И о своих любимых мы просим рассказать вас. Напишите в комментариях, какая игра ассоциируется с детством у вас, и чем она запомнилась. Спасибо за просмотр, лайк и подписку. А также благодарим подписчиков на Boosty. Жека Григорьев, Чанелька, Содом, Зима, Видерлейв, Саня, Роберт Косвиенко, Игорь Дусаев, Шаман, Аво, Микс, Норт Лизард, Михаил Зернов и Скилл Флэш. Дальше будет!